Привет, девчонки! С вами Наташа и у меня распаковка из Zara. У меня тут целых две коробки больших. Здесь заказ на 30 с копейками. Давайте смотреть. Так, первое, что у нас? Первая вещь, я ее уже достала и даже поносила. Это очки. Супер трендовая модель. А вы не забывайте на меня, кстати, подписываться, забыла сказать. Очки я уже носила. Я ходила с детьми в парк. И я вам хочу сказать, на меня внимание обращали. Одна девочка даже маме сказала, я тоже такие хочу. Это было забавно. Очки действительно прикольные. Они для стиля. В них было комфортно, когда солнце немножечко спряталось. Потому что в активное солнце в них абсолютно нет никакого смысла. Даже больше скажу, они даже мешают. Возможно, если будет какая-то кепка, шляпа, в них будет более комфортно. Но так чисто произвести на людей впечатление. Но мне нравится, я оставлю. Я, как сказала, уже в них гуляла, поэтому они остаются. Это супер трендовая модель, поэтому такие подобные вещи на сайте быстро разбирают. Имейте в виду, если вдруг понравились тоже, то бегом на сайт, бегом в магазин. Потому что их быстро не будет. Я вам точно говорю. Дальше. Что у нас тут красота еще? Ага, вот такое красивое ожерелье. Прямо интересно. Слушайте, а его нельзя померить. Они тут леской все завязали. Да. Ну, это, знаете, не очень хорошо. Оно стоит 1800. Хотелось бы такую вещь примерить за 1800. Потому что... А, вот так все. Вот такое. Все норм. Все под контролем. Все хорошо. Все целое. Так. Ну, мы вот посмотрели и все, да. Жаль, что нельзя примерить. Потому что такие вещи тоже хочется мерить. Это просто посмотреть не обойдется. Какая длина. Как это будет выглядеть на мне. Ладно, следующая упаковка. Тут большая часть платьев. Прям супер женственный будет обзор. Тут, по-моему, не больше, честно говоря, все платья. Я, честно говоря, уже чуть подзабыла. Первое. Вот такое черное платье с узлом спереди. Модель интересная. Хорошо держится на бюсте. В области бюста. Плотно сидит. Я взяла в размере S. M брать нельзя было. Потому что вот S сидит отлично. Сидит плотно, сидит хорошо. Никуда не сползает. Тут, знаете, в чем беда. Спереди вот этот узел очень странненько выглядит, на мой взгляд. Он как-то выглядит громоздко. И, кажется, немного объема прибавляет в талии. Ну, странненькая. Что по поводу ткани? Я, знаете, что хочу сказать. Очень напоминает ту ткань, которая после стирки цепляет на себя весь мусор, который у вас вообще имелся в стиральной машинке. И поблизости, и возле нее, и будет блестеть, и будет не такой черный. Ну, в общем, ткань, на мой взгляд, очень плохая, очень опасная. Я бы из-за ткани эту модель в первую очередь не стала покупать. А еще в ней некомфортно. Это какой-то жесткий полиэстер. Слушайте, тут лен 40%. Жесткий полиэстер, говорю. А, подкладка 100% полиэстер. Поэтому, наверное, так некомфортно было мне. Да, вот прям некомфортно. В нем будет безумно жарко. В общем, я бы не стала его покупать. Вот. Итог. Его не советую. Прям если понравилась модель, сходите, пощупайте. Или купите, пощупайте. Ну, будьте аккуратны, я бы не стала брать. Следующий вариант черного платья. Из той же ткани, тоже безумно интересная модель. Посмотрите, красивая модель. Сидит прекрасно, размер S. M тут тоже брать нельзя, потому что сидит плотненько, хорошо. Тоже очень некомфортно. Я постояла в нем, и в нем как-то душно. Что здесь тоже? Так, абсолютно тоже все самое. Да, 40% лен и подклад 100% полиэстер. Да, я бы его тоже не стала брать. Тоже ткань, на которую, скорее всего, будет все подряд цепляться. Было бы это платье выполнено в цвете, я думаю, что оно бы носилось лучше. Но вот с черным я бы, честно, опасалась. Не факт, я не утверждаю, я не эксперт в области тканей. Но вот у меня такие ощущения, что прям действительно будет очень плохо носиться. Я бы не стала его брать. Дальше суперяркая вещь. Я не угадала с размером. Это платье нужно брать M. Не совсем комфортно, потому что обтягивает сильно живот. И вдруг чуть лишнее съешь или выпьешь. Хоть немножко живот вперед вывалится и будет все видно. Но это не очень красиво. Надо все время процесс контролировать. А мне не хочется. Я до этого платья перезаказала на самом деле в размере M. Мне очень захотелось померить в M, как это будет выглядеть. Потому что мне понравился цвет. Несмотря на то, что я говорила, мне цвет не очень идет. Я такой подобный цвет мерила. Но я не знаю, он такой насыщенный, он такой сочный, яркий, летний, что мне безумно захотелось примерить. Вдруг мне подойдет и я, возможно, себе его оставлю. Оно, кстати, не слишком много стоит. Посмотрите, ну прям травка. Ну настроение это. Что здесь? Слушайте, ну здесь не все так плохо. 55% вискоза и только 45% полиамид. Да, поэтому, скорее всего, будет носиться летом вполне норм. Оно тоненькое. Юбка-трапеция. Ну, на мой взгляд, интересная модель. Вот, я бы к ней присмотрелась, рекомендую. Кстати, там осталось мало размеров. Я не знаю, успею я вам, как всегда, оставить ссылки, чтобы вы успели по ним перейти и купить. Ну что, с платьем понятно, да? Если что, смотрим платье в магазине, если вдруг понравилось. Потом платье розовое, фуксия. Платье тоже достаточно интересное. У него сзади такая интересная шнуровка. Носить нужно без белья. Тут белье никак не в ту лишь. Я купила в размере S. S села отлично. M здесь не нужно. Что по ткани? Половина вискоза и половина нейлона. Ну, то есть 50 на 50 норм абсолютно будет хорошо носиться. Или, знаете, у кого маленькая грудь, тоже вариант. Почему нет? Или у кого большая и красивая сделанная, тоже вариант. Почему нет? Очень тоненькая. Ну, мне очень нравится. И даже цвет нравится. Но, не знаю. Хотя, знаете, вот я сейчас смотрю, вроде ничего к лицу. Но нет, я себе такое оставлять точно не буду. Не моя модель. И на теле достаточно комфортно ощущается. Как и зеленые. Они, кстати, они походу, слушайте, с одной ткани. С очень похожей тканью, да. Дальше интересное платье. Вот такое. Это платье не тянется. Поэтому я его рекомендую брать в большую сторону. То есть я взяла S. Мне нужно было брать M. Вот так плотненько сидит. Его можно носить без бюстгальтера. Здесь, знаете, швами корректируется по типу косточек. Тут даже есть, по-моему, что-то. А, вот тут есть каркас. Это швы. Швы такие очень плотные, двойные. И формируют корсет. Вот, поэтому я думаю, что можно будет прекрасно носить без белья его. Очень низкая зона декольте. Клямки регулируются по длине, если что. Но, так как оно не тянется, нужно брать больше. Ткань комфортная, супер короткая. Не для мам с детьми. 70% хлопок и 30% лен. Представляете, это просто невероятная находка для лета. Такой спокойный, модный оттенок. Классное платье. Следующий. Ой, люблю комплекты. Сейчас, давайте с вот этого. Топ. Тут тоже, видимо, лен. Хлопок. Сейчас глянем. Я взяла в размере S. Ага, тут 50% вискоза, 35% хлопок. Их 15% подкладка. 15% лен и подкладка 100% хлопок. В общем, супер натурель. Очень будет летом днем комфортно. Тоже можно носить без белья. Хорошая плотная ткань. Тут двойная. Я в размере S с бюстгальтером. Я не смогла надеть этот топ. Вообще никак. Плотно сидит. Из-за того, что хлопок лен, они не тянутся. Хотя тут есть резинка. Она тут есть. Но у нас все равно не сильно тянется. Еще к этому топу в комплекте вот такая юбка. Ультра супер мини. Знаете, какой плюс в этой юбке? Потому что это юбка шорты. Поэтому попой можно светить спокойно. И не стесняться. Все прикрыто. Юбку я бы взяла в размере M. Я купила S. И мне туговато в талии. Так, пережимает. А вот топ нужно брать S. Чуть туговато. Немножко поджимает. Не совсем это красиво смотрится. И, конечно, не знаю, как это будет выглядеть. Если будет чуть больше. Потому что она совсем немного прижимает. Я переживаю, что будет большевато. Но, во всяком случае, можно в ателье отнести и немножечко подогнать. Я сейчас в ателье просто прописалась. Все свои вещи переделываю, подгоняю. Чтобы все сидело тютелька в тютельку. И еще немного тут у нас обуви. Плоский ход. Вот такие розовые. С квадратным носом. Сколько они стоили? Что это? Козья кожа. И даже козья подкладка. И козья стелька. Тут все козье. Так что имейте в виду. А тут что у нас? А, вот такие, смотрите, прикольные. И мне соблазнил свет. Посмотрите, какой красивый. Желтый. Тут у нас что? Ну, тут у нас стелька козья. Так. Они стоят 4 тысячи. В общем, тут 50 на 50. Что-то козье, что-то не козье. Босоноги прям огонь. На мой взгляд, очень классные. Так, ладно, девчонки. Надеюсь, вам обзор понравился. И было полезно. Что-то для себя присмотрели. Как всегда, пишите мне об этом в комментариях. Мне всегда безумно приятно читать. Если я была для вас полезна. И вы по моим советам что-то купили. Это для меня прям высшая степень благодарности. Я ничего со своего блога не получаю. Никакие деньги мне не платят. Что платит YouTube, я даже не знаю, не смотрела. Там какие-то безумные копейки. Смотреть не до что. За все время, наверное, тысяч 10. За несколько лет. Да, тысяч 10 я получила. Это, по-моему, просто вообще ничего. Поэтому мне всегда безумно приятно, когда вы мне оставляете комментарии. Все. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok